Сигнальная лента, двери, опечатанный вход запрещен. Здание в аварийном состоянии опасно для жизни. На прошлой неделе из-за подвижки грунта в двух корпусах психиатрической больницы, на стенах и потолках появились трещины пациентов и медперсонал. Экстренно эвакуировали. Сейчас 62 пациента Ульяновской областной клинической психиатрической больницы находятся в ЦК МСЧ имени Егорова. Однако переселили их сюда временно. Да, мы понимаем, что сейчас отделения были переведены в помещения, которые наиболее приспособлены к этому. Но это точно не точка их окончательной приписки. Это временное решение. Если пациентов 14 и 15 отделения определили в медсанчасть, то из 10, 11 и 12 в бывший дневной стационар психиатрической больницы. В главном корпусе нижней больницы продолжает пока функционировать ряд отделений, где находятся пациенты с психическими расстройствами, сопутствующими туберкулезами. И ради этого помещения не подвержены тем процессам, которые нас заставили проверить мискоративным действием. Там остается всего пациентов 145 человек. Людей расселили. Судьба здания неизвестна. До революционную постройку за 120 лет капитально ни разу не ремонтировали. В региональном Минздраве сообщают, что всего в учреждении 10 зданий. Все поэтапно обновлялось. За последние пять лет на реконструкцию выделялось более 70 миллионов рублей. Но косметический ремонт давал лишь временный эффект. Те помещения, которые на нижней площадке у нас освободились, особенно это касается двухэтажных зданий, они закрыты и опечатаны. В дальнейшем эти здания, ну, пока они будут законсервированы. Я владею только той информацией, что ремонт этих зданий, он нецелесообразен, по крайней мере, по тем данным, которые у меня есть сейчас, потому что они очень старые и находятся, самое главное, в оплазневой зоне. Откроются ли вновь двери двух корпусов в психиатрической больнице, остается без ответа. Марина Тимофеева, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.